Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет очень уютное видео вопрос-ответ. Я сделала уже три поста. Сначала я сделала про отношения пост, чтобы был... Сейчас, может быть, я даже в процессе разделю это на два видео. Один будет вопрос-ответ обо мне, все такое, а другой, может быть, сделаю про отношения. Вот эти будут обо мне, если что. Просто вопросы про личную жизнь, взгляды и все дела. Постараюсь отвечать на какие-то новые вопросы или интересные, на которые мне интересно ответить. Делала два поста я в Инстаграме и сделала один пост в сообществе на Ютубе, на главном канале. Вы там тоже задавали свои вопросы. И первое, на какой вопрос я хочу ответить, это многие просто писали под фотографией вот этого поста, да, вопрос-ответ. Зачем я делаю столько фотошопа? Что на фотографии просто не я, это какая-то не я. Что я себя не люблю. В общем, много-много таких сообщений. Честно говоря, я была в шоке. Девочки, те, кто мне это писал, неужели не видно, что это даже не фотошоп, это... Ну, это фотошоп, понятно, все это фотошоп, но это арт. Арт. Это когда делается как картинка. То есть фотография делается как картинка. И я вообще не поняла. Я такая читаю и думаю, блин, неужели не видно на фотографии, что это арт. И это делала не я, это сделала одна из моих подписчиц. Я делала в Инстаграме репост. Ну, как бы по мне, когда она мне скинула эту фотографию, как она сделала мою фотку, я сразу увидела, что это арт. Ведь там видно, что как будто прорисованная, нереальная такая вот кофточка у меня, да, как будто мультяшная немного. Соответственно, усиленные черты и вот как бы все это дело. Просто мне понравилась картинка. Так как картинка, понятно, что если сделаю я арт, нарисованный меня, ну, я тоже буду не похожа на себя. Ну, короче, я вообще не поняла этот прикол и эти тысячи вопросов. Посмотрите на меня. Ну, разве можно себя не любить, такую, как я? Я не понимаю. Я очень себя люблю, все нормально. И фотошоп, это, вы знаете, сделать фотографию, это не значит, что это будет такая, какая я в жизни, или будете вы такие, какие вы в жизни. Камера очень сильно искажает, очень сильно. Ты можешь на себя смотреть в зеркало и думать, вау, какая я красотка. Берешь камеру, фотографируешь, и все абсолютно не то. Свет падает, делает тебе какие-то синяки под глазами. Кстати, сейчас нет у меня никаких синяков под глазами. То есть, да, ну вот мое видео, вот без фотошопа. Я прекрасно выгляжу, прекрасно себя чувствую. Вот была бы фоточка у меня. Вот, просто фотошоп, которым я пользуюсь. Я стараюсь не сильно себя тюнить на фотошопе, а делает такое просто и, ну, как в идеале, да. Если прическа, то она как у тебя в идеале, когда ты только начесала, сделала объем, к примеру, да, или прическу какую-то, как бы только накрасилась. Бывает, что ты не накрашенная, можно подкрасить себя. Ну, накрасишься, будешь такой же. Тогда можно говорить, что ты красишься? Ты же в реале вообще какая. Ты в реале утром опухшая, в реале, да, и с вонючими зубами, понимаете. А в реале, если ты не будешь мыться, то ты будешь вонючая, грязная. Поэтому натуральные это, если мы ничего не будем делать. Но мы моем голову, укладываемся, красимся. Я вот это вот аналогии все эти провожу. И почему бы не делать, немножко приукрашивать все фотографии. Вы что, хотите смотреть, как у меня неправильно упал свет, или я выбрала не тот ракурс? Можно выбрать ракурс такой, что он вообще просто тебя изуродует. И ты в помине не такая страшная, как тебя изуродует фото. Поэтому, короче, проще относитесь к этому. Хотите реал видеть? Вполне себе есть люди, которые не умеют вообще фотографировать, не умеют встать красиво. И выкладывают все эти фотографии в Инстаграм или к себе в ВКонтакт и так далее. Подписывайтесь на этих людей и смотрите их реальную жизнь. Они ничего там не реальную и еще искаженную камерой. А хотите видеть красивые какие-то картинки, люди, которые стараются, что-то где-то приукрашивают, ну тогда подписывайтесь и смотрите. И не ищите подвоха. Вот что я хотела вам сказать. Относитесь ко всему проще. Итак, давайте я начну отвечать на вопросы как раз-таки под постом, который я сделала в сообществе на YouTube. 117 вопросов здесь, но они часто повторяются. Из них, наверное, 50 вопросов. Это как раз-таки о фотошопе. Я на него уже ответила. Спасибо всем за хорошие пожелания, кто смотрит меня давно. Очень приятно все это читать. Задает Натали, 5167 вопрос. Привет, Селена, как у вас хватает столько сил находиться в отношениях на расстоянии уже так долго? Я уже говорила об этом, наверное, ну так или иначе. То есть вопросы задают подобные как, на расстоянии и так далее. Честно говоря, я сама не знаю, потому что у меня были до этого уже отношения на расстоянии. И это немножечко другое. Очень многое зависит от человека. То есть я, на самом деле, ответственность за отношения на расстоянии дала всю мужчине в руки. И вот мужчина мой, он как-то сумел дать мне ту защиту, сумел дать мне все то, что должен давать настоящий мужчина, чтобы женщина чувствовала себя счастливой, защищенной, удовлетворенной, спокойной. Это вот, наверное, уже у него надо будет спросить в будущем. Я постараюсь как-нибудь сделать такое видео, чтобы я мужа своего в любом случае вы не ждите, показывать не буду его, не планирую во всяком случае, там уже кто знает, да, и он не планирует показываться, да, но услышать или краем вы его увидеть на видео сможете, да. Ну, или мы будем вместе где-то ходить, конечно же, нас будут видеть люди. Но я бы хотела, да, сделать такой вопрос-ответ, чтобы он смог непосредственно сам ответить на какие-то вопросы, потому что мне самой даже, я его так вот не задавала, да, я просто думаю, ну, просто я думаю, он такой человек, который очень ответственно относится ко всему, и вот как-то сделал так. Но он может быть что-то другое интересное ответит, поэтому это у него надо задать вопрос, потому что я просто люблю то, что он делает для меня, люблю его такой, какой вот он есть, и я ему предана, и он за все эти годы, я ни разу в нём не усомнилась, и как бы ни разу ничего не поменялось за всё это время. То есть я как была с самого начала счастливая, спокойная, удовлетворённая, по сей день уже больше шести лет мы вместе, я такая же, и ничего не поменялось. И он не поменялся, то есть он стабилен в этом смысле, поэтому вот так вот, вот так долго и получается. Селена, очень интересно, твой любимый смотрит все-все твои влоги, просто потому что это любимое посмотреть, полюбоваться или от случая к случаю. Насколько я знаю, я прям вот так не спрашивала, смотришь ли ты все мои видео, или ты там что-то пропустил, я думаю, он смотрит от случая к случаю, то есть если какая-то интересная тема, он там посмотрит, да, может зайти просто посмотреть, то есть он не просто зритель, да, моих, но он ещё и смотрит там видео, может где-то что-то подсказать, комментарии, активность какую-то, да, то есть проштудировать в целом канал может. Ну, когда у него есть время и интерес, если он очень занят, то есть у него есть периоды, да, если он очень занят и у него свои дела какие-то, то, конечно, ему вообще не до чего, он полностью погружается в работу. Если у него посвободнее становится, он может посмотреть, то есть думая от случая к случаю, вот такое, что он там штудирует и любуется там всем видео, может мне позвонить, полюбоваться мной так, не обязательно видео для этого смотреть. Юля задаёт вопрос, привет, как относишься к знакомствам в сети? Как думаешь, можно ли построить отношения на такой основе? Я нормально отношусь к знакомствам в сети, в наше время это вообще, по-моему, актуалочка вполне себе, ты посмотрел, тебе человек понравился, там лайкнул его, он зашёл к тебе, ему понравился, ты в ответ, он тебе тоже лайкнул, потом что-то начали переписываться, также бриалочки встретились, то есть это как один из вариантов вполне себе, мне кажется, вот даже скоро так все и будут знакомиться. А, ну, всё равно же встречаемся потом, всё равно потом встретимся и так далее. Мне даже кажется, что в таких соцсетях может даже поинтереснее знакомиться, чем конкретно на сайте знакомств, потому что на сайте знакомств вот прям конкретно много странных людей, мне кажется. А вот просто, ну, я, например, такой человек, вот если бы я была свободная, да, и как вот раньше так и бывало, да, есть какие-то знакомые, друзья знакомых, заходишь, кого-то видела или где-то увидела на тусовке кого-то, потом ты можешь так же, у меня такое было, что я где-то на тусовке даже увидела человека, мне он понравился, и я помню, что, помню, что нашла через кого-то, через знакомых, у кого-то в друзьях, ну, то есть это несложно было, да, или вот так ставим мы, да, где мы место, где мы тусуемся, кто-то кого-то отмечает, и, в общем, нашла человека, и просто ты его лайкаешь, или я такая, что, в принципе, вполне нормально могу, вот там, привет, привет, классно выглядишь, видела тебя там-то, там-то, то есть, ну, я могу знакомиться вообще очень легко, я себя чувствую очень уверенно, и причем, ну, это нельзя делать, если ты чувствуешь себя неуверенно, то чтобы не выглядеть, как будто ты бегаешь или навязываешься, очень хорошо нужно чувствовать вообще просто людей, в частности, мужчин, даже с первого взгляда, да, чтобы понять, как можно себя вести, где стоит остановиться, где как себя проявить, чтобы ты была интересна, а не так, что ты проявляешь инициативу, значит, короче, тебе там что-то надо или что-то у тебя не хватает, что не ждешь. Ну, вы поняли. Что-то ответила на этот вопрос, звонок меня сбил немного, давайте дальше. Так, что думаешь насчет прививки, девочки? Насчет прививок вообще не хочу разговаривать, потому что это какая-то больная тема для многих, делать прививки. Мне кажется, что у каждого есть свое мнение, есть свои какие-то мысли по этому поводу, и вот прям не хочу, короче, афишировать свои мысли, и не хочу ничего ни у кого особо спрашивать. Вот, мне кажется, это личное дело каждого, и не хочу вот на эту тему разговаривать вообще. Виктория задает вопрос, Селена, могли бы вы встречаться или выйти замуж за мужчину, который бы зарабатывал меньше, чем вы? То есть, любовь или все-таки финансовое благополучие, что бы вы выбрали? Слушайте, нет здесь вот такого вот ответа, вот это или это. Я, кстати, недавно задала любимому вопрос и говорю, слушай, мне задали этот вопрос, любовь типа или деньги? Не помню, как я у него спросила, типа, как думаешь, что я ответила, или как думаешь, вот, любовь или деньги, там, тара-та-та, и он даже не услышал моего ответа, он говорит, да нафиг я сам себе без денег нужен. То есть, первое, чем мне вообще понравился мой мужчина, тем, что у него такое, на мой взгляд, адекватное, здравое понимание того, что мужчина должен зарабатывать, что женщину нужно обеспечивать, что нужно ей создать все условия, что женщина, для того, чтобы она была счастлива и спокойна, ей нужно создать все условия. Без финансов этого просто практически, ну, невозможно сделать, да, вот, ну, просто. Ну, конечно, если мы там в духовный мир уйдём, там, будем питаться солнцем, есть такие люди, они могут найти себя и как бы друг друга, да, и делать друг друга счастливыми, солнечной энергией, к примеру. Но к этому очень долго идти, проще денег заработать, а потом уже идти к солнцу, да, ну, например, вот так. И мой мужчина это понимает. И это мне очень в нём нравилось, потому что большинство людей просто не умеют, честно говоря, зарабатывать деньги, не могут себя найти. Это, в принципе, большинство людей таких, да, и понятно, откуда рождаются все эти моменты, что вот женщины меркантильные, вот она такая сучка, ей там лишь бы деньги, а не любовь, ну, просто от того, что человек не может заработать, не верит в себя, нет у него амбиции, а это практически сплошь и рядом. Поэтому я очень возрадовалась, что у моего мужчины вот такие вот взгляды на этот счёт, да, и что он нацелен зарабатывать деньги, он верит в себя, что он это сделает, поэтому он как бы не искал себе простых путей, нашёл такую женщину, как я, вот, с которой ещё больше мотивации к тому, чтобы зарабатывать, идти к своим целям, потому что они у нас как бы совпадают. Вот, поэтому нет такого однозначного, да, там, ну, всё очень относительно. Вопрос денег – это не значит, что там у тебя должен быть богатый, просто человек, который сможет обеспечить, с которым ты будешь спокойно финансово, не с которым вы сядете вместе, он такую работу ищет, отмечает, там что-то идёт на собеседование, у него не получается, понимаете, а более человек такой, который взял, нашёл, да, а не то, что там, ну, то есть это что-то другое, это не то, чтобы деньги и любовь, да, то есть это можно сказать так грубо, деньги или всё-таки там вот любовь, но не будет, просто я такой человек, у меня не будет любви без денег, если у меня не перспективный мужчина, если он не хочет зарабатывать, если он довольствуется малым, мы не сможем с ним, мы будем на разных языках говорить, потому что я не такая, я не довольствуюсь малым, и я не буду работать и обеспечивать всех, то есть я, конечно, это могу сделать, если вдруг какая-то, какая-то ситуация, да, можно попасть, я не знаю, там, реально человек может на какое-то время выйти из колеи, там, да, и это может быть и физически как-то, я не знаю, и заболеть может, конечно, два партнёра, они друг друга страхуют, хорошо, если они оба умеют зарабатывать и друг друга поддержать, а не так, что всё держится на одних, чьих-то плечах, вот, это, конечно, понятно, но так, чтобы в целом вот такого найти, мне неинтересно с таким, правда, меня он даже заводить особо не будет, мне нужно, чтобы мужчина, хотелось бы, чтобы зарабатывал больше меня, вот, и мне бы хотелось, чтобы моему мужчине было интересно зарабатывать больше меня, но финансовое благополучие без любви, без трепета к любимому человеку, это тоже не то, должно быть и то, и то. Анастасия Выбор задаёт вопрос, ты сама решаешь свои проблемы или же твой мужчина, и как ты считаешь, должен ли мужчина решать проблемы своей любимой? Ну, смотря какие проблемы. Есть проблемы, которые я вполне себе могу решить сама, и я даже не обращаюсь за помощью к своему мужчине. Вообще, я такой человек, что я стараюсь решать вообще все свои проблемы сама, потому что я и не создаю таких проблем, стараюсь не создавать таких проблем самостоятельно, чтобы я их не могла решить. Я человек ответственный, я люблю контролировать всё, и, соответственно, зачем мне непосильные ноши, или как-то я себя буду вести, что сама себя поставлю в такую ситуацию, с которой я не справлюсь, всё зависит от меня, и всё прекрасно. Конечно, бывают ситуации, где нужен мужской совет, или что-то такое мужское, и, конечно же, я могу обратиться с советом, но мой такой мужчина, что он хочет, он хочет решать мои проблемы. Поэтому он всегда с удовольствием их решает, когда касается дела того, чтобы он решал. Но обычно я вообще считаю, что должен решать, я считаю, что никто ничего никому не должен, во-первых, это всё должно быть по желанию, мне больше нравится слово «хочет». Как ты думаешь, должен ли мужчина хотеть? по-хорошему он должен хотеть, для гармоничных отношений он должен хотеть решать ваши проблемы. Но он не должен там особо их решать, я не знаю. Он должен хотеть. вот, да что ж такое, стучат. Поэтому я бы давала бы такой совет, чтобы не создавайте лишних проблем, чтобы нужно было вообще как кого-либо со стороны вмешивать в это всё, и чтобы ваша жизнь и решение ваших проблем зависело от кого-то. Это ожидание, это терпение, это не факт, что решится, когда тот человек решит. То есть, блин, ну лучше, чтобы проблемы были такие, которые вы решаете. Несколько вопросов было задано по поводу буддизма. Наталья пишет, во многом поддерживаю твои взгляды, умница, как ты пришла к буддизму, было ли важно принадлежать какой-то религии, привели ли тебя друзья, или переломный момент. Очень интересно услышать твой ответ на эту тему заранее. Спасибо за ответы. Дэнни, привет. Спасибо, Наталья. По поводу буддизма я уже тоже где-то говорила, могу вкратце сейчас сказать, что я пришла к нему сама. Вот тот самый момент, когда никто меня не приводил, и мои поиски начались, как только я приехала... Нет, мои поиски начались давно. Как только я прочитала книгу Пелевина, «Священная книга оборотня», я её прочитала, и для меня она была просто основана на реальных событиях, вот что-то типа того. Хотя там было написано, основано всё на нереальных событиях, это фантастика. Я думаю, не верю, не верю, не верю, не верю. Не мог человек написать такую книгу, не обладающую этими знаниями. Просто это невозможно. Вот этот человек, который написал, он обладает чем-то. Тогда я поверила, что что-то есть просто интуитивно. Потом у меня девочка, которая рядом со мной работала, она мне такая говорит, «Ой, моя мама встречается с парнем, а он ходит через стены». И у меня не было такого, знаете, ощущения, что типа, фу, да что за фигня, что за бред, как многие сейчас подумают, да? Первое, что у меня было, это познакомьте меня с этим человеком, я тоже хочу научиться. Я не то, чтобы даже верила, я как будто знала, у меня ощущение не веры было, «О, я верю», а я как будто знала, что это есть, это есть, и я найду этих людей, я очень хочу их найти, которые обладают какой-то силой, магией, какими-то тайными знаниями и так далее. Никто мне об этом не говорил, никто никогда мне ничего подобного не внушал, я до этого даже и ничего не слышала подобного. Просто какой-то внутренний зов меня ввел к чему-то, к чему-то там тайному, к чему-то тайному, да. И я начала тогда свои поиски. Конечно, с этим мужчиной меня никто не познакомил, что-то я там еще спрашивала, потом я на пути встречала каких-то людей, которые тоже мне рассказывали что-то интересное, кто-то там практиковал осознанные сновидения, я научи-научи, но как-то они все отдалялись, они все уходили, они раз, что-то там затронут что-то и исчезают из моей жизни. Я говорю, блин, да когда же я зацеплюсь за человека, который сможет мне научить и показать, который остановится рядом со мной и начнет мне все это дело показывать и учить. И в конце концов, своими упорными долгими поисками я просто попала, меня просто как течением на берег, вот так вот, нужный берег, выплюнула, да, такая аналогия, и все. И я пошла изучать этот остров, как говорится, да. Да, я сама нашла, я сама нашла. Я сначала попала, ну то есть до этого были какие-то пути, какие-то люди, которые что-то мне говорили, что-то советовали, какие-то книги прочитать, там то и все. И уже такие яркие, такие уже сильные, серьезные шаги, это я попала в школу йог, где я училась йогой заниматься, да, и ходила в воскресные школы, там практиковала, в общем, взгляд этот весь и так далее. И преподавательница по йоге, она сказала, что приезжает буддийский учитель, он очень хороший учитель, он учит, и там будет практика осознанного умирания, я рекомендую всем своим ученикам пройти эту практику, она длится 5 дней, жить нужно будет в палатках. В общем, она говорила, что это очень хорошая практика, и рекомендуют всем ее пройти для личностного роста. И когда я туда попала, я ей очень доверяла, то есть прямо такое доверие внутреннее было, она мне очень нравилась, она была очень спокойная, терпеливая, очень такой доброжелательная, у нее энергетика такая классная была, опять же интуитивна. Я просто собралась в раз и поехала туда. И когда я туда приехала, это все-таки разные взгляды, здесь был индуизм, и одна из школ каких-то, да, мне очень было много все непонятно, куча вопросов, и духовный глава мне не особо нравился этой школы, а вот эта женщина, которая рекомендовала мне пройти этот курс, она была его женщиной, кстати, вот этого человека, который воскресной школы по йоге, вот, философию эту преподавал. Мне он не импонировал вообще, он как-то, он мне оказался очень странным, запутанным, вот. И когда я попала уже на этот курс, курс этот вел Lama Oli Needle, и с тех пор, с того, просто это, знаете, это как-то увидел, и как будто произошло узнавание, ты как будто узнал своего учителя, просто там атмосфера была, как будто это все мои родные люди какие-то, да, я там находилась, мне было очень круто, я была одна, я поехала одна, никого, ну, то есть меня никто не приводил, я вот одна такая, путешественник такой, да, и просто вот родные души, родной какой-то взгляд, который я каждый раз узнавала, конечно, много информации, ты мало что понимаешь, но ты везде чувствуешь, что-то родное, что-то в этом есть, надо углубиться, надо вот это, и вот-вот здесь, вот здесь, и все, я приехала с этого курса, пришла к этой девочке, так, ну что, я вернулась, я уже успела сходить за Дэннией в сад, встретиться с братом, с племянницей, с Натали, с невесткой, уже покушать успела, в общем, у меня просто закончилась память, мне нужно было освободить память, она долго освобождалась, я за это время сгоняла, сделала все дела, и так, закончила я на том, что я пришла к своей преподавательнице по йоге, и сказала ей, что спасибо за то, что открыли мне эту дверь, я нашла своего учителя, я нашла свое место и свой взгляд, потребности к тому, чтобы принадлежать какой-то религии, тем более религия, ну потому что, в принципе, я не люблю принадлежать к какой-то религии, хотя я изучала все, я не знала, где мое место, поэтому мне нужно было изучать все, сначала я поверхностно изучала, если что-то меня тянуло интуитивно, то я начала углубляться, начинала, но я изучала много, что и кабала, и индуизм, и христианство тоже, но как-то не мои взгляды, что-то мне не хватало, где-то было мало ответов, где-то сразу было что-то не мое, всякие другие эзотерические течения, были, есть без названия даже, но что-то бывает с первого раза тебя даже не привлекает, вот, и не было у меня потребности к чему-то принадлежать, у меня была потребность к найти, найти просто людей, которые обладают тайными знаниями, и которые могут этим поделиться и передать, вот и все, что я хотела, знала, что это есть, и искала таких людей, я их нашла, и в принципе все ответы на свои вопросы я нашла, конкретно знаю, что делать, чтобы идти к своей цели, как бы смысл жизни появился, самый главный, все остальное это уже следствие, ну как бы вообще понимать, когда у тебя есть хоть какая-то ясность и понимание вообще, мироустройства, и что, зачем, почему смысл жизни, да, становится проще и легче жить, короче, ясность это хорошо, я сам, Оля задает вопрос, расскажи уже о своем муже, где работает, как зовут, чтобы у подписчиков не складывалось ложное воображение, просто чисто интересно, сколько уже на ютубе, а о нем ни слова толкового, вы знаете, я на самом деле о нем очень много толковых слов говорю, но кто-то не слышит, а хочет, для кого-то толковое это зовут там Вася, живет там-то рост, глаза голубые, не пьет, слесарь, к примеру, но нет, это бестолково, мне кажется, а толковое это говорить о своем мужчине, с точки зрения, что он мне дает, как я себя рядом с ним чувствую, вот и это, по-моему, самое главное, а чтобы не складывались ложные воображения, ну, меня это не пугает, пусть складываются ложные воображения, пусть ваше воображение, как хочет, так себя и ведет, как бы, у меня нет страха какого-то, что что-то там будет ложное в головах, да, для меня самое главное, чтобы это все осталось у меня здесь внутри, и это важно, а не то, у кого что-то там возникает, я говорю только то, что считаю нужным, придет время, и, возможно, я смогу сказать больше, но пока нет. Где работает Виталик и Наталья? Задаю такой вопрос. Виталик у меня работает начальником охраны, в очень перспективной, большой компании по всей России, у них офисы, магазины, в общем, по всей России работает эта компания, он в ней начальник охраны, а Наталья по профессии мед, медицинский работник, и работает она по профессии в частной клинике. Вот, очень интересно, Али попишет, У меня подозрение, что ты просто у мужчины была в роли любовницы и родила от него, а у него семья, которую он бросать не собирается. У меня складывается такое впечатление, ибо жить отдельно очень глупо. Когда люди реально любят друг друга, они стараются быть рядом всегда, всегда. Хочется сказать «Вы услышаны, Липа?» «Вы услышаны!» Пусть складывается ваше впечатление такое, какое вам хочется. Так, вот просто после словосочетания «Вы услышаны» мне захотелось сказать «После того, как ибо жить отдельно» очень глупо. То есть я сразу вижу, что человек хотел показать свое превосходство, и вот чью-то глупость показать, что он это видит внимательно очень. А я просто вижу, что человек совершенно не разбирается в людях, что у него богатое воображение, как бы, да, и сказать мне больше здесь нечего. Я вижу, что глупо писать такие вещи, когда ты ничего не знаешь о человеке, и глупо писать какие-то свои предположения, когда ты наверняка не знаешь, что там творится, да, то есть к чему? Вот это вот совершенно не так, вот я это прочитала, и к чему это? Ну, это ли не глупо? Санхайпи задает вопрос, во сколько отдашь сыночка в школу? В шесть или в семь? Я планирую в семь, скорее всего. Я не гонюсь за тем, чтобы рано ребенка отдавать в школу. И вам не надоели люди, которые пишут неприятные слова? Честно, у меня уже иммунитет, я уже привыкла. Раньше, я даже вспоминаю, я и закрывала комментарии, были такие моменты, когда кто-то говорит, там написали что-то плохое, я бегу к этому комментарию, думаю, что что-то плохое написали, такое, я должна срочно заблокировать этого человека. Иногда людям казалось, что пишут хуже, чем я воспринимаю, то есть в моей голове ужас, ужас, это прямо там уже проклинают, да, или что-то там лезут, гадости какие-то пишут, да, а читаю, думаю, а где гадость написали-то? А для человека там гадость, ну, совсем то, что для меня уже не гадость, да. И как-то с годами вообще, то есть я уже давно не лечу к этим комментариям, мне уже все равно, я уже половину всяких гадостей оставляю, не убираю, думаю, ну, человек показывает свое лицо, пусть я здесь вот обосрался и висит. Как-то так, не знаю, вот уже я нацелена к своим целям, поэтому мне вот какие-то вот эти говняшки уже как-то не это, мелкие говняшки, они не мешают. Тария тоже задает очень интересный вопрос, как оставаться всегда на позитиве, если вокруг унылые люди и кто-то постоянно жалуется на жизнь? Это угнетает. Я бы вам рекомендовала просто переключить фокус. Даже эти люди, которые жалуются на жизнь, вы в них даже сможете найти что-то позитивное. Это у вас в голове, это даже, вот это реально просто взгляд, обращать внимание на то, что кто-то постоянно жалуется. Обращайте внимание на то, когда эти же люди радуются. Вот, и, короче говоря, видеть вокруг всё унылое и не позитивное, это тоже привычка ума. Поэтому нужно начать вот попробовать вот с этого. Я бы как раз с этого бы и попробовала. Научиться, стараться, замечать прекрасное. Даже среди вот этого унылия и того, что все жалуются, у всех всё плохо. Вот, постарайтесь искать позитив. Окружайте себя позитивом. Меньше общайтесь с такими людьми. Селена, куда делась Кристина? Просто её долго на твоём канале не видно. Вы общаетесь? Да, мы общаемся, но она занимается своими делами, я занимаюсь своими делами. Бывают периоды, когда мы вместе постоянно. Бывает, что каждый занялся своими делами. Надеюсь, на дне рождения увидите, если она никуда не уедет. Анна задаёт вопрос. Во сколько лет ты почувствовала себя взрослой? Прямо, чтобы вот серьёзно. Серьёзно я почувствовала себя взрослой в 16 лет. Когда я себе уже выбрала парня, когда я уже, вот после школы, вот я поступила в универ, и я вот уже не помню так, чтобы прям рядом вот мама, и я что-то там зависела от кого-то. Я была самостоятельна. Я добивалась своего первого парня. Уже это было. Никто мне не подсказывал, не помогал там, да. То есть, что ещё? Я уже работала тогда на выходных, искала сама себе работу. Мама тоже мне её не искала. Я сама вот хочу работать, зарабатывать. Я уже как-то себя нет-нет там одевала, вкусняшки какие-то покупала. Как-то в 16 уже нормально я себя почувствовала. Прям серьёзно взрослой. Светлана задаёт вопрос, нравится ли вам тот человек, которым вы стали. Безусловно. Да. И даже когда мне говорили, ну как бы был недавно пост, я покупаю, и меня попросили написать о том, что бы я себе пожелала в 16 лет, да, вот будучи сейчас, на своём месте, что бы я себе пожелала. И суть в том, что я бы себе пожелала доверять своей интуиции, стойко проходить все моменты, набраться терпения, да. Короче, слушай свою интуицию, всё у тебя будет хорошо. Ты станешь тем, кем хотела. То есть у меня нет даже пожеланий «делай так» или «делай не так». Доверься своей интуиции, потому что я ей доверяла всю жизнь. Бывало ли пару моментов, когда я ей не доверяла и было всё не так, да. Но после пару таких моментов я сразу её продолжала слушать и понимала, что это интуиция. И с каждым разом я всё сильнее-сильнее чувствую. Я знаю, что это такое, да. То есть я бы вот себе это сказала, что всё будет так, как ты хочешь, и ты будешь тем человеком, которым ты хочешь. Всё будет хорошо. Вот так я себе в 16 лет бы сказала. Поэтому да, я довольна. Лиана спрашивает, «Как далось тебе материнство?» Прекрасно, всё нормально. Анастасия задаёт вопрос, «Быть собой для тебя это действует?» Вопрос очень размытый, мне кажется. Быть собой. Мне быть собой? Я всегда, ну, на 90% я как бы являюсь собой. То есть я стараюсь из себя особо ничего не строить. Даже если я строю из себя что-то, это я и сама и есть. Всё довольно-таки естественно, и я не пытаюсь казаться тем человеком, которым я не являюсь. И я очень люблю, очень люблю, когда люди ведут себя самими-самими, понимаете, да? Вот. Ну, как бы вопрос немножко непонятен. Действует? Куда действует? Для чего действует? «Говорят, осенью этого года вы будете с любимым вместе». Это так? Кто говорит? Кто говорит? Евгения задаёт вопрос, «Как дела со школой блогеров?» Всё хорошо, замечательно. Вот недавно ещё три девочки присоединились к курсу, вот за последний месяц буквально. Всё в таком свободном ритме. Девочки покупают курсы, задают вопросы. Что-то мне кажется, камера перекошена. И про вокал. Дэнни хочет попробовать заниматься вокалом. Ну, он хорошо поёт, как бы. Я у него не спрашивала, вот так, хочет он заниматься. Хочется заниматься вокалом или нет? Но когда я ему сказала, мы пойдём на вокал, то есть я уже там забронировала вокал и футбол, вот, он сказал, да, пойду. Так, закончились интересные вопросы под постом. Здесь очень много повторяющихся вопросов. Вы можете посмотреть это в других моих видео, «Вопрос-ответ». Я постаралась на какие-то такие более новые и интересные вопросы ответить. Давайте пойдём дальше. Тётя моя. Тётя моя, я смотрю первое сообщение, написала, девочки, смотрите на Селену, зачем вам её муж? Нормальный мужчина не захочет сниматься в блогах. Да. Моя тётя Марина знает толк в мужчинах. Опять же, много комментариев по поводу этой фотографии. Просто кто-то пишет, вау, что за редактор? Кто-то пишет, какой фотошоп, какая жесть. Так, Алёсик задает вопрос, когда будете с мужем вместе, где планируете жить? Когда будем вместе, ещё сказать «не могу» точно. Где будем жить, тоже сказать «точно не могу». Это будет всё решаться в процессе. Так, задаёт вопрос Аселе Сентимирова. Надеюсь, правильно прочитала. Как ты думаешь, губы не прибавляют возраст? Мне кажется, что губы не прибавляют возраст, если они пухлые. А вот если они тонкие, то мне кажется, что скорее узкие губы прибавляют возраст. Салкова, 365, задает вопрос. Селена, вы необыкновенная. Спасибо. Что для вас неприемлемо в отношениях между мужчиной и женщиной? И что самое главное? Для меня неприемлемо какое-либо доминирование, моральное или физическое. В плане никакого рукоприкладства, никакого грубого общения, в плане, чтобы это было серьёзно. То есть какие-то угрозы, какое-то превосходство и давление, допустим, со стороны мужчины своей физической силы. Да, вот это вот какое-то ставенье там на место. Это даже я могу где-то позволить себе там, быдлопаде, потому что я девочка. И когда на меня нападают, надо же как-то защищаться. И мне кажется, для девчонок им прям этого не хватает немного, стервы немного, включить какой-то сучки такой. Но ни в коем случае не. Мужчина по-другому должен. Я не знаю. Не, как бы я знаю, я могу подумать, поразмышлять, как это делать мужчине. Но ни в коем случае, короче, я не приемлю вот этого, чтобы был какой-то страх, агрессия. Вот какая-то агрессия такая серьёзная. Это вообще, нет. Это вообще неприемлемо. Вот. Указывание, приказывание, воспитывание. Вот это вообще неприемлемо тоже. Всё должно быть по лайту. Два человека должны уважать друг друга, в общем, ценить такие моменты. И что самое главное, любовь, уважение, ценность друг друга. Верность. Я хочу подписаться. Иди, смотри. Кристина Тиза задает вопрос, как перестать быть тревожным человеком. За всё всегда переживаю, накручиваю себя и волнуюсь. Но это к психологу. Я тоже на самом деле... Умничка, иди в комнату. Я тоже на самом деле переживаю постоянно и стала каким-то довольно-таки тревожным человеком. Но это всё, мне кажется, в пределах разумного. А если это уже выходит за пределы разумного, то это к психологу. Абасов Артём пишет. Расскажите про встречу блогеров Inside People. Что вы в итоге решили? Будете ли с ними сотрудничать? Inside People. Я считаю, что... Я не буду... Нет, не планирую пока сотрудничать. Мне понравилась вся эта тусовка. Это очень интересно. И я бы с ними, наверное, с удовольствием сотрудничала, если бы я была блогером поменьше. Но даже не то, чтобы блогерам поменьше, а если бы у меня был заработок недостаточный для меня, да, и как бы чего-то бы мне не хватало, и мне нужна была бы чья-то поддержка. На сегодняшний день у меня два канала, которые приносят мне неплохой доход. И в принципе они что предлагают? Они предлагают продюсирование тебя. Они предлагают вкладывать в тебя деньги, давать тебе рекламодателей, да, и обучать тебя, как бы, да. Но мне кажется, что я уже обучилась достаточно много. То есть я обучалась через YouTube, через менеджеров YouTube непосредственно напрямую, да, ездила на все эти конференции и тоже нам много-много чего дали. То есть знания у меня в принципе есть, да. И я знаю, где их получить, если что-то мне не хватает. В плане денег и вклада в меня я зарабатываю сама столько, что в принципе, если мне нужно вложиться, то я сама могу вложиться. То есть мне не нужны какие-то люди, которые бы вкладывались в меня, а я потом должна была бы чем-то. Вот, как бы мне не нужно. Вот. Насколько все там контракт достаточно долгий, да, на пять лет контракт. Вроде бы все индивидуально, конечно, можно разговаривать, но тем не менее, вот я слышала такие контракт на пять лет. Ну, как бы, короче, меня какие-то моменты немножечко смущают, да, и я понимаю, что я занята 24 на 7. Уже делаю в принципе все, что я знаю, все, что я могу. Все у меня, короче, все у меня нормально. Я не нуждаюсь именно в том, что они предлагают. Вот. Но мне почему-то кажется, что это перспективно для маленьких каналов. Они могли бы попробовать, и если энтузиазма особенно много работать, то есть они готовы вкладываться. Может быть, это интересно. Но мне это неинтересно стало. Кстати, Селена, скажите, пожалуйста, сколько стоит курс блогера? Курс блогера стоит 5500, но для моих подписчиков я всегда продаю его с 50% скидкой, то есть 2750. Кваси Ниш, Кваси Ниш задает вопрос. Привет! Не жалко потерянных годов в ожидании супруга. Молодость проходит, а женского счастья никто не отменял. Ну неужели по мне не видно, что вот я лично обрела это женское счастье? Я его чувствую внутри. Я удовлетворенный, спокойный, идущий к своей цели человек, занимающийся любимым делом, достаточно зарабатывающий, ни в чем себе, в принципе, не отказываю. Вот так, чтобы, да, я люблю и я любима, у меня растет прекрасный сын, у меня отличные планы, у меня все замечательно, как бы о каком женском счастье вы говорите? Типа, был бы милый рядом, но больше ничего не надо. Мне надо. Мне надо, чтобы мой сын рос в хороших условиях, мне надо, чтобы я реализовывала, занималась любимым делом, мне надо, чтобы я могла себе купить, что я хочу в любой момент, или поехать, куда я хочу, чтобы у меня была такая возможность. У меня все есть. Заботливый мужчина рядом, который мне помогает, которого я уважаю, люблю. У меня все и есть. И я не чувствую, что моя молодость проходит в ожидании чего-то, потому что я ничего не жду вот так вот, знаете. Я жду только один момент, когда я уже разбогатею вот так, чтобы купить весь мир. Я жучу, конечно, но вы поняли, да, я хочу больше денег. А вот так, чтобы прям это, я не сижу, не жду у окна, и жду любимого, и страдаю вот так вот, да. Все нормально у нас, мы общаемся, мы на связи. У нас такой период жизни. Но это не значит, что женского счастья нет, и оно наступит тогда, когда мы будем лежать вместе в кровати каждый день. Наверное, это не понять тому, кто не был в этой ситуации. Так, вопрос задает Силечка. Такой тебе вопрос. Какое у тебя самое счастливое воспоминание в детстве? О детстве. Что делает его таким? Ох! Счастливые воспоминания. Ну, я вспоминаю, первое воспоминание, которое мне пришло, это когда мы с моим братом и с папой, он у нас рыбак был, такой заядлый, ловили рыбу. Я не знаю, что-то было в этом прикольное. Там было такое местечко под мостом, были сваи, там обычно никого не было, людей, вот, у папы были сетки такие специальные, и вот мы что-то вот проснемся вот так, и пойдем к папе на рыбалку. И вот мы с братом идем на эту рыбалку, как-то проводим вместе время, как-то всегда все было так спокойно, как-то и классно, ощущения какие-то такие. Бывает, он поймает эти маленькие рыбешки, что-то посолит, они на солнце поджарятся, как-то там нагреются, запекутся, мы их потом кушали. Потом вот он рыбы наловит, она такая маленькая была, типа килька, мы шли на рынок, он нас оставлял за старших, ну, я в основном была за старших, продавала эту рыбку, эту кильку, как бы он нам покупал вкусняшки, как-то было так интересно, весело, и как-то безопасно, вот я помню. Прикольно было. Какое-то беззаботное такое детство. Тирил Гина задает вопрос, хотела ли ты взглянуть в будущее, астрология, нумерология, басцы, если нет, то почему? Я вот недавно узнала предсказание судьбы, и осталось двоякое ощущение, хочу узнать твое мнение. Вот я не хочу никакого двоякого ощущения, я точно знаю свое будущее, потому что я сейчас все для него делаю, и все потихонечку складывается как надо, поэтому мое будущее будет прекрасно. Не хочу никакие гадания, чтобы что-то мне кто-то нагадал, и вот это я потом жила, строила свое будущее относительно этих каких-то знаний. Не факт, что они могут быть и правдивы, я могу не верить, но они могут засесть в голову, знаете, как навязчивая идея. И все свое будущее будешь вокруг вот этой навязчивой идеи какой-то крутить. А если сильно еще и веришь в это, то и придешь к тому, что тебе нагадали. Поэтому я считаю, что человек свое будущее меняет каждый день. И даже если мы сегодня что-то нагадали на будущее, а он вдруг, вдруг как-то поменял свой взгляд и начал расти и, допустим, чистить, грубо говоря, там, да, для незнающих, ну, короче, чистить свою карму, начал, да, делать какие-то положительные поступки, жалеть о всем содеянном, и правильно жить, и взгляд правильно держать как-то, да, и, в общем, у него поменяется и будущее. Даже те вещи, которые могли бы с ним случиться, он может их прожить, ну, то есть прочистить и не пережить в той силе, в которой бы он прожил все это. Поэтому это такое дело, знаете, вот гадание на сегодняшний момент, но уже завтра ты можешь поменять его, я так считаю. Поэтому нет смысла гадать о будущем. Ну, я вообще свое будущее узнаю. Вероника задает вопрос. Живя вместе почти год, хорошая идея разъехаться, чтобы понять нам лучше вместе или лучше друг без друга. В отношениях все плохо. Ну, если вы... Ну, да, да, я думаю, что это неплохая идея, и порой, чем раньше разъедетесь, возможно, даже еще и, мне кажется, сохранить реальные отношения, чем в сложных отношениях уже добить друг друга до того, что возврата уже не будет. И кто-то один отвернется настолько, что уже просто не сможет повернуться назад. Порой иногда лучше разъехаться раньше, когда только проблемы какие-то начались, да, и вот что-то уже... Давай-ка разъедемся, вот проверим, да. И либо вы сойдетесь и будете больше друг друга ценить и понимать, что вы друг другу нужны, либо вы разойдетесь, кто-то найдет себе другого партнера и будет понятно, что вы просто не созданы друг для друга. Ну, как бы для меня это вот оно. Да, если какие-то сложности, то лучше сделать перерывчик. Если, тем более, справиться с этими сложностями нельзя. Если продолжать колоть ботокс, виден ли настолько результат, что оно того стоит? Ну, вообще ботокс, да, то результат, конечно, виден. Ну, вот я как бы не шевелю лбом, да, соответственно, у меня морщины не заламываются и как бы вот такое дело, да. Но не знаю, буду колоть или нет. Я, если честно, хочу, чтобы это все дело сошло и чтобы уже еще раз посмотреть. То есть вот то у меня было, работали морщины, да, я заколола, сейчас вот смотрю теперь. А теперь я хочу, чтобы они вернулись и я снова посмотрела после этого всего на свои морщины, да, как оно будет. Не знаю, буду или нет, но пока мне хочется, чтобы они вернулись. Потому что непонятное какое-то ощущение, непонятное. Немножко деформировалась, мне кажется, мимика. Мне это не очень нравится. Вопрос еще про блогерство. Что за программа? Как записаться на твой курс для начинающих блогеров? Я помню, что там именно про монтаж шла речь. То есть заранее надо уже устанавливать на свою компомонтажную программу, чтобы смотреть курс и тут же самой применять знания. Нет, у меня там... Про монтаж это только такая малая доля. Я вообще ввожу в курсы, в жизнь блогерства, как бы что, зачем, почему, как, от чего, откуда деньги, да, как вообще вести блог и много-много полезных советов. Вот. Программа у меня есть, в которой я работаю. По установке этой программы еще никто не просил установить эту программу. как-то люди уже либо умеют монтировать, либо там устанавливают какую-то программу, находят и в ней учатся монтировать, либо на телефоне монтируют. Вот. А как записаться, просто в директ мне пишите в инстаграм, говорите, что хотите курс, приобретаете, я даю вам ссылку, и там все один за одним идут уроки. У тебя был поцелуй с девушкой? Да, был в детстве. В общем, ответила на все вопросы. Как оказалось, вопросы одни и те же, их очень много действительно. На какие-то вопросы я просто не хочу отвечать. Вы можете, если что, задать мне в прямом эфире какие-то вопросы, которые вас очень интересуют, и, возможно, там я отвечу. Вот. В общем, получились в основном все вопросы про мужа. Наверное, так и назову. Все о моем муже. Вопросы о моем муже. Видео о муже. Вот. Все, мои хорошие, спасибо за ваши вопросики. Я люблю вот так сесть, поотвечать, наладить с вами какую-то связь, не знаю, впустить. Это же вот одно дело в логе. Ты что-то бежишь, дела какие-то немного поверхностные. Иногда мы затрагиваем с вами какие-то темы. А другое дело, когда вот так сижу, прямо отвечаю на вопросы. Непосредственно, да? Особенно касаемо каких-то духовных вещей, глубоких моментов отношений и что-то такое, опыта. Я прям кайфую. Спасибо вам за ваши вопросы, за такую возможность снять такое видео для вас, болталочку. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok